Здравствуйте! Это программа «Суть дела». Коллегия присяжных снова вынесла вердикт, который не понравился обвинению и следствию. И снова по делу об организованной преступной группе. До этого было дело Перваков, теперь это организованная преступная группа «Калуга». Приговор в соответствии с законом вынесет профессиональный судья через пару дней, но он будет связан вердиктом присяжных. А вердикт частично оправдательный. Двое подсудимых оправданы по одному из эпизодов убийств, еще двое оправданы по всем инкриминировавшимся им эпизодам. И снова газетные заголовки. Суд присяжных в Татарстане оправдал каждого десятого обвиняемого. Если бы коллеги-журналисты обладали большей правовой культурой, возможно, и заголовок выглядел бы иначе. Ну, например, следствие необоснованно привлекло к уголовной ответственности каждого десятого по делам подсудным присяжным заседателям. Мы вроде как живем в правовом государстве. А в таком государстве подвергать сомнению вердикт присяжных просто неприлично. Конечно, если у вас есть неопровержимые доказательства подкупа или запугивания народных судей, вы можете высказать свои подозрения на сей счет. Но вот так просто, по факту оправдания, это уж, извините, ни в какие ворота не лезет. В нашей правовой системе, начиная с советских времен, оправдательные приговоры рассматривались как чрезвычайные происшествия. Потому что принцип состязательности в суде, нормальная конкуренция, обвинение и защита были прерогативой чуждого нам, буржуазного правосудия. А у нас суд должен был установить объективную истину по делу. Но суд – это ведь не Господь Бог. Кстати, Следственный комитет России грозится вновь ввести эту самую объективную истину в Уголовно-процессуальный кодекс России, что может привести к фактической ликвидации принципа презумпции невиновности. Максима, лучше одного гражданина сохранить, чем умертвить тысячу врагов, происходит из римского права, которое лежит в основе всех правовых систем современности. «Лучше оправдать двадцать виновных, чем осудить одного невиновного», написано на стене в зале современного Парижского суда. «Лучше десять винных освободить, нежели одного невинного к смерти приговорить», говорил Петр I, а за ним повторяла Екатерина II. «Зато и я могла свободно говорить в эпоху диких войн и казней хладнокровных, что лучше десять оправдать виновных, чем одного невинного казнить». Это замечательный русский поэт Алексей Опухтин написал о Екатерине II. «Господа, штудируйте матчасть и не выносите обвинительных приговоров присяжным заседателям, выносящим оправдательные вердикты. Сколько бы ни выносилось ими оправдательных вердиктов, это не их вина. Это говорит лишь о том, что следствие недорабатывает. Или прокурор не смог убедительно представить в суде доказательства, собранные следствием». Наша правоохранительная система, конечно же, несовершенна. Есть проблемы и с кадрами, и с координацией, но это вопросы, которые нужно решать, а не винить суд. Понятно, что такие сложные составы преступлений, как, например, организация преступного сообщества, требуют особого прокурорского и следственного умения. Правильно разъяснить непрофессиональным судьям особенности сбора доказательств по таким делам непросто. Но таковы требования закона. Так что на зеркало нечего пенять. Это была программа «Суть дела» с Григорием Тинским. Всего вам доброго. И никогда не рубите с плеча. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова